Добровольцы. Настоящие герои нашего времени. Еще в годы пандемии они доказали, что нужны людям. И сегодня, во время проведения специальной военной операции, продолжают помогать тем, кто в этом нуждается. В эфире программа «Про добро». Меня зовут Роман Выстараб. Здравствуйте. Мы рассказываем личные истории о добровольческой деятельности. И вначале немного новостей из волонтерского мира. Ставропольские казаки посетили храмы антрацитовского благочилки. Поездку организовали благодаря проекту казачий добровольческий гуманитарный конвой Ставрополе-Антрациту. По благословению митрополита Ставропольского и Невиномысского Кирилла, духовник казачьей молодежной организации «Терцы», священник Михаил Кузьменко и руководитель организации Игорь Кочубеев посетили храм Рождества Христова в Антраците, храм иконы Божьей Матери скоропослушница поселка Дубовский-1 и храм святого благоверного князя Александра Невского в Боково-Платово. Ставропольцы встретились с настоятелями и священнослужителями, передали им гуманитарный груз, продукты, канцелярские принадлежности для воскресных школ, хозяйственные наборы. Всего на территории антрацитовского благочиния 11 приходов. Ставропольцы планируют посетить все. Ставропольские волонтеры отправили на передовую очередную партию гуманитарной помощи. Это вода, молоко, сладости и необходимое оборудование. Продукты собрали сами жители. Молоко разливали в специальные емкости, чтобы бойцам было удобнее. Группа волонтеров из Ставрополя закупила для десантников антидроновые системы. К отправке готовы 7 систем. Волонтеры продолжают сбор средств. Команду волонтеров организовали две сестры. К добровольцам присоединились неравнодушные жители, которые активно помогают военнослужащим и регулярно отправляют гуманитарную помощь. И сегодня у меня в гостях Екатерина Глушенко. Екатерина Глушенко – директор благотворительного фонда «Жить с мечтой». Помогают детским домам, проводят творческие конкурсы для детей, помогая раскрыть таланты, уделяют внимание бездомным животным. А с началом СВО принимают активное участие в поддержке российских солдат и мирных жителей. Катя, на самом деле фонд, насколько я знаю ваш, оказывает огромную помощь, огромную поддержку. Но для начала расскажите о вашем фонде. Как так получилось, что вы туда стали частью его? И что это за фонд? Наш фонд называется «Жить с мечтой». Изначально он был основан Александром Леонидовичем Резниковым в 2017 году. И первое хорошее и доброе дело, которое мы сделали, это мы подарили арт-объект городу. Купца-основателя, бронзового. А потом начались наши конкурсы-фестивали для талантливых детей. Мы полностью сопровождаем их развитие в сфере творчества. И в дальнейшем у нас добавились… Помогаете открыть таланты, да? Да, да. Елисей Мысин – это наш участник первого регионального конкурса-фестиваля. И мы ему помогали, собственно, в продвижении до того, как он стал известным. Круто. Открываем таланты в крае. В этом году проводим окружной. Уже растем. Четвертый конкурс-фестиваль будет. Но помимо талантливых детей, вы ведь еще занимаетесь, насколько я знаю, и помогаете бездомным животным. Да, у нас есть регулярные сборы для приютов животных, и мы помогаем детским домам. Сейчас у нас, к примеру, проект в разработке, в реализации уже. Мы помогаем в семи регионах, проводим проект «День детских карандашей», да. Поэтому география растет. Шестой год фонду мы стараемся помогать всем. Во время ковидной инфекции мы помогали госпиталям, помогали лечебным заведениям, больницам. А сейчас помогаем, конечно же, СВО. То есть мы открыли в прошлом году, в декабре прошлого года, центр сбора гуманитарной помощи. 350 квадратов совместно с крупным предпринимателем Гельмагомедовым Казбеком Сабировичем. Мы объединяем там все волонтерские движения. У нас и свечи заливает «Оно доброе сердце», и «Москсети» у нас там плетут, и «Волонтеры-26». То есть мы стали такой площадкой, которая объединяет всех и помогает, собственно. Ну, мы понимаем с волонтерами, что идем к одной общей цели и помогаем все вместе. А вот как оказывается помощь детским домам? То есть это все только финансирование, да, я так понимаю, какие-то акции, мероприятия? Да, да. Ну, у нас очень большая база, да, партнеров, с которыми мы работаем. Поэтому кто-то помогает только животным. Ну, вот нравится им помогать. Они с нами ездят на мероприятия, вручают лично корм, там, тискают этих зверей. Вот. Кто-то очень любит помогать деткам. Мы ездим, к примеру, в детский дом «Малютка», и совместно с партнерами им важно быть не только, ну, просто деньги дать, а быть причастным. То есть, ну, действительно самому приехать и, к примеру, что-то вручить. Скажите, это же время не отнимает массу. Вы столько всего перечислили. Когда вы успеваете все это делать? У нас очень большая и дружная команда, которая наработана за шесть лет уже. Поэтому, ну, вот все мы такие активные и дружелюбные. И, ну, у кого-то кто-то хочет помогать по одной сфере. Кто-то просто ему нужно дарить добро и быть сопричастным. Быть нужным, да, кому-то? Да. Очень много людей помогает СВО. То есть, у нас все группы людей сейчас задействованы. То есть, бабулечки у нас пенсионного возраста, они там стельки каждую пятницу на базе центра вырезают. Благодаря доброму сердцу мы научились делать блиндажные окопные свечи. И так как им не хватает общения, это еще помощь в социализации. Детки также приходят, мы с ними там письма солдатам писали. Наша молодежь, она активно пропагандирует скорее сборы, потому что, ну, больший круг общения. То есть, ну, бабулечки, они такие, мы денег дать не можем, но мы хотим. То есть, они там и носки шьют, вяжут, куча всего происходит. То есть, каждый по своим силам, кто чем может, тот помогает. Да, очень важно быть сопричастным ко всему этому. Но, опять же, есть своя основная деятельность, своя жизнь. И вот в свободное время уйти... Не получается. Есть позиция того, что ты всегда должен быть включен в процесс. Я всегда говорю о работе. Ну, просто я по-другому не могу. Я живу этим, я дышу этим. А что дает силы? Конечно, обратная связь. Интересно, люди, которые занимаются добровольческой деятельностью, откуда черпается сила? Ведь это большая работа, это много энергии, во-первых, которую они постоянно отдают. То есть, это постоянная отдача. Как заряжаетесь? Вы когда видите эти глаза, блестящие деток, а когда вы видите животных, которые виляют вам хвостом, когда вы приезжаете, а вы видите ребят, которые приезжают в отпускай и говорят, блин, спасибо вам большое за то, что вы нам передали перед Новым годом мандаринов. Три тонны мы собрали и каждой воинской части отгрузили. Там были лимоны, апельсины и мандарины. Вы подарили праздник настроения новогоднего. Да, то есть, такое время, очень хочется получить витаминов, и вот мы организовали такую помощь. И когда они приехали к 23-му, очень многие приезжали в отпуск, все они приходят в центр что-то там забрать, дальше повезти в часть. Они говорят, блин, спасибо вам большое. И когда ты видишь вот такую обратную связь, ты думаешь, ну а как, а как по-другому? Ты и сама загораешься, и хочется и делать больше. У нас сейчас, к примеру, мы готовим автомобили для отправки в зону СВО. Три автомобиля мы подготовили, вот буквально сейчас мне звонили, ребята ставят на учет. То есть, ну вот тут как-то так. Начала разбираться в антидроновых ружьях. Никогда не думала, что придется, но такое время. Это очень важно. Как относятся родные и близкие вот к той деятельности, которой вы занимаетесь? Они участвуют во всем этом. Я не из города Ставрополь, я из села Дивная. И моя мама каждую поездку сюда, она привозит закрутки для мальчиков. Она солит сало бочками. И вот, ну и нужно тоже. Там ковры, когда нужно были для оборудования, позиций, все привезли. Мне кажется, это заражает, да? Я вот... Каждый раз, когда к нам приходят гости, рассказывают о том, что они делают, и как вовлекаются во все это люди. Это вот такой добрый вирус, который заражает всех этими действиями. Когда ты делаешь от души все это, а не для того, чтобы заработать какие-то звания, тогда все и получается. Тогда все растет, масштабируется, и обратную связь дают люди. И люди вовлекаются, потому что они видят, насколько все честно. Поэтому мы назвали Центр гуманитарной помощи, как в Телеграме, «Сила в правде». То есть для нас это важно. Быть честными, открытыми – это задача любого НКО, поэтому мы следуем этому принципу. Катя, огромное вам спасибо, что пришли сегодня к нам. Сил вам побольше вот этих ярких, открытых глаз с благодарностью, с теплыми словами в ваш адрес за то, что вы делаете. И вам спасибо большое за приглашение. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что в рамках нашей программы работает акция «Круг добра». Это когда наши гости, которые к нам приходят, волонтеры или, может быть, представители добровольческих организаций, делятся друг с другом небольшими сувенирами, подарками в знак благодарности за ту безвозмездную работу, которую они выполняют. И вот такую походную кружку мы сегодня подарим Екатерине. Спасибо вам большое. Катя, это вам. Насколько я знаю, люди, которые всегда спешат на помощь, вот такие походные вещи пригодятся в любой поход. Да, я тоже не с пустыми руками, эта футболка вам. Ух ты! Так как я говорила, что наш центр называется «Сила в правде», мы, собственно... Здорово! Спасибо вам! И это ежедневник, называется «Шесть минут». Он как раз о благодарности, о том, чтобы проживать каждый день с пользой. Я надеюсь, что он пригодится тому человеку, которому он достанется. Спасибо вам большое за сувениры, это очень приятно. Мы обязательно передадим ежедневник нашему следующему гостю. Но еще раз вам огромное спасибо за то, что вы делаете. Спасибо. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Мы с вами прощаемся и желаем всем добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова